Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за то, что меня пригласили в эту конференцию. Я не ожидала, что я здесь окажусь, но очень рада вам представить это исследование. Это последнее исследование, которое я делаю в рамках своей диссертации. И оно, в общем-то, посвящено связи детского статуса и социально-экономической среды, в котором дети растут, с тем, как в дальнейшем они учатся справляться с трудностями и как потенциально им это помогает, или не помогает, наоборот, достигать более высокого социального статуса. Исследование в целом было мотивировано литературой, которую, наверняка, многие из вас знают, и Екатерина отчасти начала говорить о вещах, которые были в этом направлении, на связи социально-экономической среды с тем, что у людей развивается определенное представление о их контроле и самоэффективности. То есть о том, насколько они объясняют то, что с ними происходит, внешними обстоятельствами или тем, своими способностями. И действительно, очень много литературы, особенно в циологии, есть о том, что низкая социально-экономическая среда или бедность способствуют развитию более футболистических взглядов на жизнь, в целом внешнего локуса контроля и беспомощности. И очень многие исследователи и авторы объясняют эту связь между социально-экономической средой и отсутствием часто успешности или успешностью в будущем, развитием именно таких представлений. И, собственно, действительно, эта связь, она очень логична. Эта модель упоминается очень многими исследователями. Ее не так часто тестировали эмпирически и смотрели на то, что получается, если задавать людям определенные вопросы и смотреть на то, как на них отвечают. И, в частности, эта связь между представлениями о контроле и самоэффективности и решениями, и поведением, которые потенциально связаны с достижением, она до сих пор не очень понятна. То есть тот механизм, который связал бы и эти представления, и социально-экономическую среду, которые способствуют развитию этих представлений с конкретными решениями и поведениями в конкретных ситуациях, он не очень ясен. В частности, мы знаем, что представления о контроле и самоэффективности, они довольно общие. То есть это феномен высокого уровня абстракции. И если пытаться ими предсказать какие-то конкретные решения и поведение, то часто это не очень хорошо получается, потому что они очень общие. И потому что поведение всегда привязано к конкретным ситуациям. И множество факторов, кроме диспозиционных факторов, таких как свои представления о контроле и самоэффективности, часто влияют на это поведение. Поэтому в том исследовании, о котором я сегодня вам рассказываю, я попыталась сфокусироваться на более специфическом феномене, который близок в целом к представлениям о самоэффективности и контроле, но все-таки более ситуационно обусловлен. И этот феномен, который в фокусе этого исследования, это когнитивная оценка. То есть я пытаюсь объяснить механизм, который описывает роль социально-экономической среды в принятии решений поведения, которые связаны с достижением тем, что люди с разным детским статусом делают разные когнитивные оценки потенциала решения проблемы в конкретной ситуации. Когда они сталкиваются с ситуацией, где им нужно как-то оценить, могут ли они с ней справиться потенциально или нет. То есть в этом исследовании я смотрю на связь детского статуса с когнитивной оценкой и дополнительно к этому я смотрю на атрибуцию успеха или неудачи в решении той задачи, с которой люди встречаются. Пару слов о том, что такое когнитивная оценка, чтобы было чуть понятнее, наверное. В целом понятие было введено в литературу, в теории когнитивной оценки в рамках психологии эмоций Макда Арнольд. И само понятие было введено для того, чтобы понять, почему люди в целом в одной и той же ситуации, разные люди испытывают разные эмоции, как реакцию на эту ситуацию. И, в общем-то, все, кто работает в рамках этой теории, в рамках теории когнитивной оценки, склоняются к тому, что она складывается под влиянием как диспозиционных факторов, то есть таких, как жизненный опыт, который в итоге приводит к развитию определенных представлений о себе, в частности, представления о контроле индивидуальных ценностей, и ситуативных факторов, что очень важно для понимания того, как эти представления могут в итоге реализовываться в конкретные решения, в конкретных ситуациях. И среди ситуативных факторов могут быть разные вещи, допустим, доступные ресурсы в данной ситуации, или то, насколько сложная перед человеком стоит задача. И, собственно, оценка потенциала решения проблемы отвечает за такие эмоции, как решимость и смирение, и часто объясняет, потенциально объясняет, почему люди, которые делают низкую оценку, склонны быстрее сдаваться, не очень настойчивы, ставят менее амбициозные цели и так далее. То есть те вещи, которые часто, очень часто авторы связывают с взрослением в низкой, не очень благополучной социальной среде, в социально-экономической среде. Почему важен процесс атрибуции? Важен для понимания того, как у людей в целом складываются более стабильные представления о своих возможностях, которые ведут часто или играют главную роль, основную роль в этой компенсивной оценке. И, соответственно, те вопросы, которые я задаю в этом исследовании, это то, какова взаимосвязь между детскими статусами и оценкой потенциала решения проблемы. Мне было интересно, одинакова ли она в решении проблем с разным уровнем сложности. То есть здесь речь идет о включении какого-то ситуативного фактора, в данном случае это уровень сложности. И одинакова ли она в ситуациях, когда люди успешны или неуспешны в решении проблемы. Это еще один дополнительный ситуативный фактор. А также мне было интересно, какова взаимосвязь между детским статусом и атрибуцией результата. Потому что в исследовании, о котором я буквально через несколько секунд вам буду рассказывать, люди решали разные задания и, соответственно, они либо были успешны в них, либо нет. И мне было интересно, по-разному ли люди с разным статусом атрибутируют свой успех и неудачу. И, наконец, так как мы знаем в целом, что и та литература, которую я упомянула в самом начале, о том, что часто детский статус связывается с представлением о контроле, мне было интересно, можно ли вообще объяснить тогда связь между когнитивной оценкой и детским статусом, если она там есть, а с помощью каких-то стабильных представлений о самоэффективности и контроле. Собственно, исследование, которое было сделано, у него был... Это был квазиэкспериментальный дизайн, внутрисубъектный, то есть там не было групп, там были люди, которые делали разные задания. Да, это были люди с разным уровнем детского статуса, всего их было 280 человек, но какая-то часть из них не приняла участие в финальной... Я не включила финальную выборку, потому что они прошли attention check. Они все жили в Репродитании и Северной Ирландии, возраст был от 25 до 35 лет, и большинство из них было женщинами. То есть они пытались решить три группы задания с разным уровнем сложности. Задание было судоку с буквами. На всех трех уровнях сложности этот пазл выглядел именно так. Единственное, что, в общем-то, было... Что дело задания более или менее сложным, это было время, которое было доступно для того, чтобы его решить. То есть в простом варианте у людей было меньше времени, в сложном варианте наоборот. В простом варианте было больше времени, в сложном — меньше. Важно сказать, что большинство людей, конечно, был прошлый опыт решения судоку, они знали, что это такое, но, тем не менее, все участники смотрели видео о том, как решать эти пазлы, что вообще, в чем логика, как это делать. Они также решили тестовый пазл для того, чтобы как-то их уравнять, в том плане, что они все имели одинаковое представление о том, что это такое. Более специфически о процедуре, я скажу буквально пару слов. То есть изначально, когда люди, те люди, которые согласились принять участие в исследовании, они отвечали на анкету, которая включала в себя вопросы о детском статусе. Я их спрашивала, они все были взрослые, я их спрашивала о том, какой был у них статус в детстве. Я спрашивала об образовании родителей, о социальном классе семьи, уровне депривации, которые они испытывали в детстве, чтобы как-то понять, насколько эта ретроспективная оценка точная, или насколько она вообще отражает то, что было на самом деле. Далее они отвечали на вопросы по шкале самоэффективности, некоторые вопросы об их прошлом опыте с УДОКу, и для контроля в будущем критических событий в жизни. То есть такие вещи, как развод родителей, или были ли родители, кто-то из родителей, но какие-то проблемы в плане здоровья и так далее, чтобы понять, чтобы проконтролировать это в будущем и заключить, что если есть какая-то связь между тем, как люди справляются с проблемами, с тем, что они испытывали во время взросления, кроме их экономического статуса. После того, как они ответили на эти вопросы, они решали три задания, как я уже сказала. Все задания были представлены в разном порядке, то есть какие-то люди сначала решали простой пазл, потом средний, потом сложный, кто-то сначала решал средний пазл, потом простой и сложный и так далее. В простом пазле у них было 2 минуты 30 секунд, в среднем 70 секунд, а в сложном 30. После каждого пазла, после того, как они попытались решить каждый пазл, они отвечали на вопрос, собственно, своей способности или уверенности в том, что они смогут решить такой же пазл в будущем или прямо сейчас, если бы у них была такая возможность. И это был вопрос, который позволял как раз оценить эту оценку, их потенциал решения проблемы. Они отвечали на вопрос об эмоциях, там было 9 эмоций, которые теоретически связаны с оценкой потенциала решения проблемы и атрибуции результата. То есть я их спрашивала, я представляла им 6 причин потенциальных, почему они могли бы решить успешно или наоборот неуспешно этот пазл, и им нужно было сказать, насколько они согласны с каждой из этих причин. Все люди отвечали на все эти вопросы 3 раза после того, как они пытались решить каждый пазл. Ну и, собственно, что получилось? Давайте сначала посмотрим, наверное, на взаимосвязь между детским статусом и этой оценкой в заданиях с тремя уровнями сложности. И глядя на то, что получается, мы видим, что в простом задании эффект детского статуса был незначим. То есть вне зависимости от того, какой у людей был статус в детстве, они все были уверены, в общем-то, в том, что они смогут решить это задание, если бы его нужно было решить еще раз. Что в целом логично и ожидаемо, потому что задание было очень простое. И в целом я и думала, что наверняка люди, наверняка их какие-то... То, что их статус или их представление о самоэффективности вряд ли здесь сыграют роль, потому что ситуативная информация или информация о задании будет настолько определенная, что никакой вариативности в плане статуса там не будет. Тем не менее, если мы смотрим на среднее и сложное задание, то здесь эффект становится значимым. То есть статус, детский статус и, в общем-то, самоэффективность, которая связана с ним, она играет роль в плане того, как люди делают эту оценку для среднего и сложного задания. Если мы смотрим на взаимосвязь между детским статусом и оценкой потенциала решения задания со средним уровнем сложности, но при этом смотрим на связь среди тех, кто был успешен в этом задании и среди тех, кто был неуспешен, примерно половина людей, в общем-то, решила его успешно, а половина нет, то мы видим, что связь значима среди неуспешных результатов. То есть люди, которые не смогли решить этот пазл, если у них был высокий статус, они вне зависимости от этого все равно были склонны говорить, что они смогут решить пазл в следующий раз. И наоборот, люди с низким статусом были менее склонны считать, что так случится. Тем не менее, если мы смотрим только на успешных респондентов, то эффект детского статуса не значим. То есть в целом люди, вне зависимости от их статуса, использовали этот успех как информацию о своих способностях, которую они использовали в оценке своего потенциала в будущем. Так как связь была, в общем-то, значима, связь, по крайней мере, в среднем и сложном задании, связь между детским статусом и потенциалом решения проблемы была значима, то, в общем-то, я попыталась объяснить ее с помощью представления самоэффективности, то есть шкалы самоэффективности, на которую люди отвечали в самом начале. И здесь видно, что действительно самоэффективность объясняет эту связь не полностью, то есть эффект все равно остается значимым, эффект между статусом и оценкой. Но самоэффективность значима и медиатор, то есть частично она объясняет, почему люди с детским статусом, с более низким детским статусом делают более низкую оценку. И аналогично в сложном задании самоэффективность также значима и медиатор, хотя менее значима, чем в среднем. И в заключении, в общем-то, как я говорила о том, что кроме конденсивной оценки мне очень было важно понять, как люди все-таки атрибутируют результат, потому что эта атрибуция результата, она помогает понять, почему все-таки они могут сохранять эти представления о себе, о своей самоэффективности, и не менять их, и их не так просто поменять впоследствии. И здесь, получается, мне кажется, может быть, это самый интересный и отчасти неожиданный результат в какой-то степени этого исследования. В общем, получается, что в группе неуспешных участников, то есть если люди не были успешны в решении этого пазла, их детский статус действительно негативно предсказывает атрибутирование их результата способности, то есть люди с более высоким статусом, менее склонны говорить, что они были неуспешны, потому что они неспособны, и в целом у них не очень хорошо получается решать эти пазлы. И наоборот, среди успешных участников люди с более высоким статусом были более склонны атрибутировать свой результат способностям. То есть если они, по сути, если они проваливали это задание, они говорили, ну, не повезло, если они были успешны в этом задании, они говорили, ну, да, потому что я такой способный. И, в общем-то, да, я здесь забежала немного вперед, да, но если, опять же, смотреть на внешнюю причину, то есть на объяснение результата с помощью удачи, то видно, что здесь ситуация, в общем-то, противоположная способностям. Здесь среди неуспешных участников чем выше статус, тем более вероятно приписывание причины удачи, то есть внешним фактором. И чем выше статус среди успешных участников, тем менее вероятно они приписывают, они объясняют свой результат с помощью удачи. В целом, мне кажется, я сделаю очень-очень общий вывод в этом плане. Я думаю, что результаты показывают, что в целом детство и взросление в благополучной семье способствуют выработке определенной системы психологической защиты, и что эта система позволяет людям в дальнейшем быть более оптимистичными в оценке своих способностей, не сдаваться так просто, если у них что-то не получается, и быть более успешными в целом в решении проблем и достижении целей. Спасибо большое, это все, что я вам хотела рассказать. Если у вас есть вопросы, то я буду рада ответить. Спасибо.